Здравствуйте, те, кто смотрит это в записи. Финал, сетка на ваших экранах, сенсационное поражение Хапача, Соку, потом Соку в полуфинале проигрывает Каха, зря убивал Хэппи. Фоги с Муном тоже близкий матч, но очень много ошибок, Фоги мог выйти тоже в финал. И, собственно, сейчас мы с вами посмотрим Мун против Каха, Корея, Китай. Бест оф что-то, либо пять, может быть даже семь. Чатику привет. Опять микрофон не работает у Нео. Разберутся они с этим рано или поздно. Так, но я пока, наверное, все-таки создам игру, фафашечку, соберемся. Сразу большую создам на 24 человека в формате АТР, случайные расы, случайные герои, чтобы... Ну, давно не было Пупа. Ой, у меня еще карты-то и нет, да? Это хорошо, хорошо. Сейчас мы тогда... Как это называется? Это мини-рагнарок? Мини-рагнарок. ФБЛ, тут что-то много этих мини-рагнароков. Я не уверен, что это тот, что нужен. Ладно, ну вроде... Ну, Нортерн Айлс, Экко-Илланд, и... Хамер 4. Да, это точно что-то мы получили. Бест оф 7, 1-4. Давайте спросим, если сервер в порядке. И тогда мы можем быть готовы, чтобы идти. Это Класс Генераций, так же. Мун был здесь уже, наверное, бета в Warcraft 3. Кахо... Ну, похоже, вроде как. Random Heroes, а еще Anonymous. То есть там без никнеймов будет классно. Леон музицирует на Потопиано, говорят. А, там SP 5600. Да, клавиша есть. Это круто. Это помогает в мелкой моторике. Граби на баяне, как вы знаете, играл в детстве. 24? Полезная штука для развития... Для развития разных полушарий мозга, насколько я понимаю. Если в детстве ты играешь, на чем-то... Это помогает потом в координации действий быстрых... Ну, можно играть с детства в StarCraft какой-нибудь. Тоже наверняка помогает. Счет у них личный 5-1. Соответственно, Мун тут как фаворит. Л-рэнкинг, Каха выше на 4-м месте. И Каха сейчас по глобальному рейтингу является топ-1 эльфом. Вообще-то. Поехали. Но нет, бо-7, ребята, бо-7. До 7-и карт мы будем смотреть. Фрейв говорит, скажи моим детям, что я не хочу идти с ними в бассейн и хочу посмотреть финал. В бассейн сейчас... Ну, ты можешь посмотреть в записи финал. Поэтому надо идти в бассейн. Тем более, ладно, здесь был бы сок против Мун или сок против, не знаю, Фоги. Играют они на Амазоне, и не было этой карты долгое время, ее черкали просто, видимо, товарищи. Но из-за того, что бо-7, там карт особо нет для черкания, видимо. Поэтому играют здесь. Карта специфичная, открытая. Думал, что, может быть, здесь будет у кого-то Патма, но нет, даже Мун не берет Патму. Артефакты лучшего Муна получаются пока что. Кольцо плюс когти. Бегут дальше на троллей. Все, все одинаково. Да, прям синхронно начинает крепиться. Чуть раньше грейт у Кахан, насколько я понимаю. Т2-шный. Это мелочи. Что дальше выпадает? Второе кольцо плюс три, весьма неплохо, а тут Клоук вообще не везет с артефактами Каха. Мега ситуативный артефакт. Да, он стал более используемым за счет того, что ты можешь прятаться теперь днем в плаще. Но Демон Хантеры, ну, в таком мэтчапе, по крайней мере. Тут нет молотков, тут... Короче, здесь ценнее артефакты, которые влияют непосредственно на его боевые характеристики, так скажем. Сверхлетку покупают, дальше криппинг магазина идет. Я думаю, что мы увидим очень метабазительную экзекуацию. Боя площадки делают точно так же. И выпадают ворды. Ворды тоже прекрасные для Муна. Прям, наверное, даже лучшие из возможных. Карта маленькая, ворды поставил там один в центре, другой где-то на базе у противника, и все, у тебя... У тебя вся информация есть о противнике. Разница, видите, какая по темпу? Это из артефактов, между прочим. У них одинаковое количество арчей участвовало в криппинге, но из-за того, что тот демон с большим количеством урона и лучше танкует, Мун быстрее зачистил Магаз. Он не может? Нет, нет. Он? Да. Ой, на Моноберн по иллюзии прошел. Поторопился немножечко сейчас. Мун прописал Моноберн по иллюзии. Не прокликал инвентарь, не увидел иллюзии. На рефлексе, наверное, сделал это. Обратите внимание, как ставит Мун первый вард. Место нестандартное, но на самом деле очень важное, потому что следующей такой серьезной точкой, которая может повлиять, и предмет, соответственно, который может повлиять на развитие дальнейших событий, это как раз лагеря наемников, потому что там вампиризм может выпасть, они все в медведя играют. Именно поэтому Мун хочет контролить свой лагерь наемников слева. Именно там глаз у него и стоит. У Каха только есть ботинки. Еще 250 золота он не пожалел на сапожке и хочет реализовать их через... Ну, подрезав Арчу. Арчу там подспасали подруги, подблокировали молодцы. Мана Берн. Да, не очень удачно. У Муна не было маны на Манаберн, и он пропустил под хвост себе там 40-48 маны, выжиг у него противник. Но это мелочь на самом деле, потому что там не так было много маны, соответственно, только немного здоровья он потерял. Хобальды следующие идут. Это из-за того, что барак здесь рядышком, и ты их фактически крепишь без трат по здоровью. Ну, плюс там еще артефакт выпадает. Смотрим, какой. Вторые перчатки, а там следующее кольцо. Кольцо лучше, чем перчаточки. Чуть-чуть, но лучше. Взаимные Манаберны. И два козла выходят с прикопкой. Один, второй пока что-то не прокачал себе ничего. Т3, две лорницы. И Мун пытается лагерь наемников свой закрепить. Он уверен, что его снизу, к нему снизу не прибегут, потому что Вард стоит, смотрит. И прям сразу, видите, в мага ныряет. Самое ценное здесь это артефакт. Козла не доконтраливает сразу с Лайкинг Щелдом. Арчи немножко получили уроны. И что выпадет? Кольцо плюс 3. Три ко всему. И он увидел, что противник подходит. Соответственно, успел чуть раньше отступить, но козел под прикопкой. Манаберна козла. Козел рискует, потому что есть еще возможность прикопать разок. Прикопка идет, Манаберн. Козел... И еще блок отличный. Это минус козел у Муна. Хорошо здесь отыграл. Но первые дриады появляются у Муна значительно раньше. Плюс барак здесь есть рядышком. Он первым убивает Арчу, теряет свою, подрезает вторую. И... взаимное уничтожение Арчи получается. Так, хорошо. Но главное, что артефакт достался, так или иначе. А второй лагерь наемников пока еще не окучен никем. Соответственно, можно посражаться будет еще за того мага, в правом нижнем углу. И попробовать оттуда, по крайней мере, вытащить в помпиризм. Медведи на горизонте появляются в продакшене, я вижу. Дерево почти уже закончилось в Т3. Семь фулл-зеркальных игр. Не факт, на самом деле. Во-первых, может быть счет там 4-0, и тогда может быть не семь, а карта 4. Во-вторых, я уверен, что будет какая-то, в зависимости от карты, какие-то попытки обострить... Ну, у Муна есть как минимум две рабочие стратегии. Это, например, быстрая база, и остаемся на Т2, что он очень любит. И никто не отменял еще Т1, какую-то агрессию с двух бараков. И выбивает следующую. О, агила плюс 6. Вот это хороший тоже артефакт, очень. Прям затарен. Правый верхний угол, посмотрите на Демон Хантера просто. Три кольца, у него бонусного армора получается 10. Ну, там 50 плюс дополнительные защиты. Плюс у него еще статов много. Плюс 9 агилы. Там скорость атаки 18%, дополнительный армор за счет агилы. Есть еще урон возрос на девятку. Считайте, как кольца. Ну, как когти. Поэтому пока что у Муна здесь все прекрасно. Красную точку Кау пытаются сейчас выманить, закрепить. Непонятно, чем ее крипить. Одна дриада, два медведя, да два героя. Подблочить, 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 подблочить. Не дать большому голему уйти. Он выскакивает. Нет, его блочит другой свой голем. Он выскакивает. Он выскакивает, собака. Надо концентрировать полностью урон на нем. Мун слишком поздно сюда приходит. Артефакт, боевые барабаны орков, плюс 7 урона. Да, остаются Каха. Да, хороший, хороший артефакт. Добрый вечер, Славка, здравствуй. У козлика Муновского став, арба, когти он передал, или выбил, не знаю, передал, передал, там же не помещался бы этот артефакт Димки. Сейчас Муну осталось только красную точку справа взять и попробовать вытащить тоже хороший артефакт. И на этом нейтралы почти полностью заканчиваются на карте. Это небольшой. Дальше вопрос по дирижаблям, по разводам, по апгрейдам, по тому, кто кого пересидит. Медведи... Ну, любой зеркальный мэчап, на самом деле, он при нормальном уровне игроков, ну, если есть нормальная мета, есть наигранность большая, он имеет серьезный потенциал по затягиванию. То есть здесь решают... Все одинаково, то есть герои одинаковые, юниты одинаковые, ты должен выискивать моменты, которые тебе могут дать преимущество. Преимущество за счет апкипа, преимущество за счет каких-то нестандартных ходов, ну, или стандартных, но успешных, типа через дроп, через дирижабли. Какие-то разводы, не знаю. Но получить преимущество вот так вот в чистом поле, очень сложно. Единственное преимущество, которое сейчас, безусловно, можно констатировать, это как раз предметы у Демон Хантера Муновского, и этого у него не отобрать. И они как раз будут работать на протяжении всего вот этого времени. Это не зарядные артефакты, это то, что у тебя постоянно есть все уже. Если ты сам только артефакты не скинешь по какой-то причине, у тебя все эти бафы будут актуальны. И по уровню мы видим, что Демон Хантер у Муна 4 уровня, а у Кахи пока еще нет, 3.8. Он доберет его, так или иначе, в левом верхнем углу еще осталась пара големов, и остатки у этого, у лагеря наемников, но почему-то он не спешит вообще. Мун пытается красную забрать. Телепорт у Муна есть, он должен забирать голема, а потом телепортироваться, отбиваться. Странно, странно, какой перфект тайминг, что ты несешь? Да. Да-да-да-да. У него там артефакт ненужный. А зачем, почему он козлом не это самое? Короче, Мун телепортируется, начинается сражение. По уровню, опять же, Демон Хантера 4 на Демон Хантера 3, разница на самом деле большая. Считайте, на одну серклетку, плюс на 15% плотности за счет второй пассивки. Я не знаю, зачем Каха здесь сражается. У него нет преимущества здесь никакого. Он чуть раньше подзаказался, но учитывая, что он сражается рядом с базой Муна, ну, много беготней у Муна. Медведи у него уже более битые. Пытается он спасти красных медведей через дирижабль. Где Реджув? Медведь там, ой, господи, ловит. Ловит Моноберн. Не доконтролил у медведя Мун. В 50 на 53, все уже очень красное. Мун берет своих красных медведей. Ему еще Барак помогает, не забываем. Да, и Каха здесь... Каха здесь разменивается в минус. У него разваливаются медведи. Дирижабля ему не хватило. С преимуществом ему не хватило в этом файте за счет предметов. Барак опять же помогал. Короче, здесь пятый уже Дима у Муна. И меня всегда поражали такие моменты. Да, пишут ГГ выходит. То есть вот что? Вот на что ты рассчитывал? То есть он же видит инвентарь. Он видит уровень героев. Он мог в той ситуации... Хотя нет, он не мог в той ситуации уйти, потому что он телепорт уже где-то посеял. Короче, странная атака. Он инициировал этот бой на территории Муна, не имея преимущества и на что-то еще рассчитывал. Не знаю, на что. Империалиум говорит, добрый вечер. Сейчас смотрю Диабло в записи. Арча вторая сложность. Четыре дня назад дошли до 11. После ты вынужден научиться продолжать 20 шопингом. Третья сложность нет. Будет залито. Должна быть третья сложность. Мы почти полностью третью сложность прошли. Я постараюсь залить сегодня, не забыть. Вчера забыл. Перезалить все заново на ютубе. on the top, я saw just the Demon Hunter with Redraw on him and three bears attacking him and nothing happened. Like, he just stood there and got no damage, actually. I think this is a big difference in such a big fight. It was. It absolutely was. And that was Caho's pick from all seven remaining maps, and now Moon takes that away from him, with all the experience being a veteran that he is, and now we go on to Moon's map, that is, of course, Twisted Meadows. Moon Meadows. Moon Meadows. Ну типа это коронная карта Муна, но он на этом турнире дважды на ней проиграл. Один раз, кстати, проиграл вот этому справа Хуману, Леону, и второй раз проиграл... Я уже успел забыть, кому он проиграл второй раз. Нет, сегодня Диабло не будет. Фьесен говорит, у тебя же записи когда-то были включены на ГГ, было удобно прямо на ГГ поставить? Да, но потом мы ввели нулевую партнерку для топовых стримеров, и оттуда меня исключили, чтобы не участвовал в этом. Потом изменения откатили, посмотрев, что там на дистанции 2-3 месяца это не дает профитам, ну не финансово, а аудиторным, то есть стримерам пофиг на самом деле. Особо. Вот, но меня не вернули в рейтинг, а записи работают только для топ-50 стримеров, поэтому... Ну и фиксить это нерационально получается, то есть возвращать. Есть более интересные задачи. Интересная вторая сложность уровня 20-24, посмотри, пожалуйста. Я пачки залью. Пачки залью. Твистед Мэдоус. Оба начинают с магазина. Но здесь по-другому не начать. То есть, если, например, они бы резнулись на двух пустых точках, оставшихся на мини-мапе, у них бы опция была только лагерь наемников крепить. А на таких респах только так. Жаль, было реально удобно. Да, бывает. Не расстраивайся. Хорошо империлю. Обоюдная, опять же, разведка находит Мун противника, но с этим... На такой стадии уже барак не отменяется, тем более, что он сам планирует крепить тот же самый магазин. Дерево крадется, съедает елку, танкует, три виспа готовы, арча. Наверное, все-таки эмаляция, да, на старте? Да, эмаляция пошла у Каха, эмаляция пошла у Муну. Но слишком сильно по темпу ты выигрываешь, если с эмаляцией стартуешь, особенно с таких точек. Очень много урона наносишь. Мантия у Каха не особо полезная. Сейчас смотрим, что Муну выпадет. Повезет ли... Ой, вампиризм сразу сходу, капец. Ну вот в зеркалках, опять же, возвращаясь к теме, что если есть мета, если есть одинаковые вещи, очень сильно, особенно сильно решают вот такие вот артефакты. Карта еще позволит Каха, есть время до появления медведей, когда вот аура нормально раскроется, попытаться выбить ее на других точках. Есть еще четыре, насколько я понимаю, на всех мастерских выпадает такая аура. Кажется. Кажется. Ну или там просто выбить паладиновскую ауру какую-то. Она ему уже сейчас помогает. Видите, он немножко отжирается. 20% все-таки возврат жизни от того урона, который ты нанес вблизи. Это полтора грейда на атаку. Считайте, что это полтора грейда на атаку. Чуть даже лучше, чуть-чуть, на пару процентов. Как вам масс Ферриков пойдет? Я не видел давно Ферриков в Мете, но если он увидит вампиризм, он может сыграть, например, по Муновской стратегии и попробовать обострить через постановку Экспанда. Смысл в чем? Аура раскрывается, когда появляются медведи, и чем больше медведей, тем лучше. И если ты видишь, что противнику выпала аура, ты понимаешь, что тебе нужно сделать так, чтобы противник вынужден был атаковать тебя как можно раньше. И Экспант как раз позволяет тебе это сделать. То есть ты делаешь нычку, так же, как делает ее Мун, даже без ауры. Там берешь нагу, делаешь две лорницы, останавливаешься на Т2, массишь Дриад. Все. Ну и противник вынужден просто атаковать тебя как можно раньше. Либо пытаться строить догоняющий Эксп, там замедлять... О, он зажал, что ли? Он зажал. Виспа подводить надо сразу слева. Мун наказывает на классе. Купил персоналку, подокружил Арчами, стелепортировался на Арчу, подблочил, помог Арчам, потому что изначально динамика была отрицательной, Хантер Сколл был бы отменен, но с присутствием Демон Хантера Муновского... Все, минус, минус телепор... А, минус персоналка там, а не минус телепорт. А не, минус телепорт. Минус телепорт же там. Или персоналка. Не, персоналка на КД стоит. Но все равно, знаете, даже тот факт, что ты нарастерял здоровье и ману на такой стадии, значит, что у тебя мунвейлы там три дома, они уже пустые. То есть тебе, чтобы Димку третьего поставить на ноги без маны, тебе нужно три мунвейла. Сейчас посмотрим, что он. Сейчас Мун заведет как раз. Вон, один пустой, второй, ну, на донышке, на донышке, что называется. Мун пытается отменить лорница сейчас, сам выходит в кипера. Его кипер вполне логичен по... как раз из-за вампиризма, то есть ему... Он всеми силами должен играть, затягивать игру, чтобы его две ауры работали эффективнее. То есть кипер – это тоже дистанция, кипер – это аура, кипер – это не нага, которая дает сразу тебе какое-то преимущество в разменах по центру. Кипер – это человек, который, да, тоже ценность его повышается с лимитом 50+. Вот. И сейчас, я думаю, что Мун должен в своих действиях, и мы, скорее всего, это с вами увидим, потому что он понимает ценность ауры и смысл героя, взятого им же самим. Ой, Мун врывается сюда. Как нагло. Минус АОФ, минус Арча. Нага подставляется. Там Димка довольно битый. Надо прикапывать Нагу, Диму спасать благодаря этому. Прикопал кого-то, не знаю, кого Арчу прикопал. Козёл начинает сражаться зачем-то с Ограми. Да, здесь… Куда, козёл? А, он Нагу прикопал. Зачем? Дима возвращается сзади. Как нагло. Что, Мун? Капец. Началось, блин. Ёппер СТ, а что, Мун? Вау. Я чувствую, что это способ, чтобы… …править игру. Да, лучше быть беда. Или он говорит, вот так и заливать катки надо. Это способ, чтобы играть игру. Класс. То есть… Ну, вот это характерная черта Муна. То есть он делает всё прекрасно, прекрасно, отлично, молодец. Рандомчик там ему ещё прёт. Пришёл, отбился, окружил, персоналочка развёл. Пришёл отменил лорницу, ворвался на Крипджеке, подрезал пару Арчей. Отступи! Отступи! И он врывается и отдаёт двух героев. Просто! Причём ещё у него козёл на развороте Нагу прикопал зачем-то. Ой, господи, вынужден выкупать Димку в таверне. Бежит на базу вражескую. Господи, такое впечатление, что он под чем-то иногда играет. У него башню иногда сносит в середине катки. И... Ох... Что... Ну и да, он как бы... Его устраивал бы Криппинг козла, его устраивало бы планомерное развитие в медведей. Ему не нужны размены вообще. Да, он хорошо ворвался, там, персоналку реализовал, там, на виспана своего прыгнул, Арчу подрезал. Мо-ла-дец! Мог даже там и артефакт попробовать стырить. То есть там врыв-то хороший был. Но зачем дальше умирать-то? Три красных носка. У Димы, смотрите, плюс девять Агилы. Надо затягивать сейчас, чтобы вот это отставание, оно... Немножко нивелировалось. Робов Мэджай козлу надо передать. У козла две ауры, смотрите, и шипов, и вампиризма. 1-0 до апгрейда у Каха, у Муно пока по нулямся. Крипится, просто крепится. Да ничего не надо придумывать. Тебе в стандартные ситуации по стандартным стратегиям выдают... Выдают хорошие артефакты. Пожалуйста, реализуй. О-о-о-о... И Кахэй летит. Летит в атаку. Кахэ не может в эксп... Он... Как будто он играет, знаете, как Дэдмон в 2005-м. У него одна стратегия против всех. В этом есть плюсы. Ты очень быстро ее оттачиваешь. До мелочей, до всяких. Моноберни в ту сторону, к сожалению, хотя был почти синхронным. Виспы выходят, ловят форкет. Прикопка... А там Дриад нет! У-у-у! Там нет Дриад! Комментаторы не увидели. Сейчас козел остановит всю эту атаку. Две прикопки. Виспы идут запоздалые. О-о-о! Виспов много. А может и не отобьется вон здесь. Да, у него там есть АОФ. Да, там... Все, уже Муна больше. Блин, ну какой все-таки Каха прямолинейный, а? Ну, давай, Диспейл, молодец! У-у! Там стафт. Там заболел... Заболел Режювенейшн. У-у-у-у! И Дима выживает! Форкет переживает! Красиво как! То есть он во время телепорта Режювелса. О-о-о! Вот это красиво! И Нага, которая врывалась. И бутылку сейчас, скорее всего, купил. Да, бутылку купил. Барак падает, но он выиграл массу времени. Много урона нанес. Сражение продолжается. Минус 10 лимита у Каха. И он отсюда отступить не может. Минус Медведь на отступлении. Дриады штрафуют следующего Медведя. Ну штрафуйте, ребята, ну! О-о-о! Атомстав уже был. У-у-у! Красивый момент! То есть телепорт, который вы прожимаете, он делает неуязвимым героем, но вы его можете лечить. То есть когда, например, хуманы, это, наверное, первые заметили, еще в Роке, ну, после того, как телепорт сделали с моментального на продолжительный, первое, что делали нормальные хуманы, после того, как прожали телепорт, брали приста и лечили принудительно архмага, ну, или там, Маутон Кинга, который делал телепорт. Ну, то есть это, как бы, стандартная все равно штука. То есть ты в любом случае, ну, лечение проходит, тебе его все равно нужно лечить после телепорта, и ты так выигрываешь время. То есть если приста есть рядышком, принудительно ешку нажал, и все, и рукой машешь, он за пять секунд там два-три взмаха делает, и уже там плюс там, не знаю, 70 хитов восстанавливает, 70-100. То же самое с Риджувом. То есть, казалось бы, герой абсолютно неуязвим, ничего на него не действует, но Риджув работает. И именно благодаря тому, что Демон Хантер получил Риджув во время телепорта, он, телепортируясь вообще не с какими, типа, хп, его Нага бы убивала вторым форкетом, но он степешился и уже подрегенился к этому моменту. То есть Каха молодец, что Нагу сразу подвел после телепорта в правильное место под угол правый нижний дерево, но динамика Риджува позволила Димке получить хп достаточное для того, чтобы пережить форкет. Просто вааа, класс. Просто класс. Лимиты равные, но Каха, конечно, убил. Он любит что-то штурмовать. Он, вот помните, на Амазонии тоже пришел без преимущества, одним и тем же. Барак стоит, атакует, Мунвеллы рядышком, преимущества нет никакого. Он прям идет и идет, штурмует, как будто ему плевать на обстоятельства. Да, мелкая же будет фа-па. Там это самое, там с твоего аккаунта то ли брательник, то ли, я не знаю, твой там правила понарушал, пооскорблял, поругался. Поговори там, пожалуйста, с ним. Ой, Димка здесь не очень хорошая позиция. Ой, здесь слишком много рандома, друзья. Очень много рандома. Рандом из-за нейтралов вот этих вот. Там разбафанные тролли под Бладластом, под Энерфайером, с большого тролля там под 50-60 урона влетают. И красная точка достается Кахен. Что выпало там? Да я не вижу. В упор просто не вижу. Боже, что там за артефакт? Он не взял артефакт? Он не взял артефакт с красной точки. Я не вижу в инвентаре, у него артефакты высокого уровня. Вот. Может, у него бэкпак у медведей, он дотаскивает? Вроде инвул. Там не падает инвул. Вот, комментатор тоже заметили. Он не успел бы его продать. Он не успел бы его продать. Здесь арба ненужная. Там артефакт лежит, скорее всего. На красной точке должен лежать артефакт. Тогда он уничтожил? Нет, в этом смысла никакого. Он стоит дороже, чем половина артефактов в его инвентаре. Сейчас бы Мун проверил бы инвентарь, увидел, что... Он, кажется, проверил инвентарь! Нет, не проверил. Блин, я слишком хорошо о Муне подумал. Оооо, жесть какая! Ну, у Муна пятый Дима, в любом случае. Там четвертый. Лимит уже нормальный, вампиризм никуда не делся. Как это произошло? Минус Мун Вэл у Муна. Поздно вы... Там и зеленые медведи все. Надо Муну восстанавливаться как-то. У Муна плюс один грейд еще. Вон же у Арба Козла. Это выбил Мун слева наверху. Так, у меня сейчас подозрение, что Милкач, это не Милкач, а брательный как раз. Тогда ничего передавать не надо, будьте просто аккуратнее, пожалуйста. Ну, интересно, как вы начнете бороться, да? Это очень важно, этот матчап. Я чувствую, что позиционирование Димена Ханта получает немного Ричу Гон. И все. Так, я думаю, что бороться будет в несколько секунд. Попробуем себя. Ну, Муна Бёрн слишком поздно делает. Стенка на стенку 63 на 68. Каха даже больше. 2-1 на 1 на 1. Ну и не забывайте про вторую ауру Козла и про вампиризм. Здесь Каха должен разваливаться по цифрам без проблем. Только вот надо бы прописывать еще Манобёрн и Наги, но там маны нет у Димки. Ну, стенка на стенку у Медведя здесь просто плюс 4 грейда получается у него. Забейте. Там 30% у Козла, 20% от вампиризма. И Каха просто развалился, минус 20 лимита. Красиво. 56 на 32. ГГ 2.0. Да, Мирору очень-очень классный. Очень качели по графику тоже. И Козел на пятом левеле действительно третью ауру еще успел взять там серебряные сражения. Но смотри, там ситуация какая, когда уже начинают Медведи умирать, это уже все, это уже посыпались. То есть это уже было не критично. А вот то, что Козел со второй аурой 30% возврата урона, 20% еще в эмпиризм, ну и у тебя плюс 4 грейда, то есть 50% эффективности получается. 4 грейда, и у него еще преимущественно 1 грейд было просто из коробки, там 1-1, у него 2-1. И даже, ну его меньше было, там 68 на 63, я говорил, перед началом сражения, лимиты были. Круто, круто. Можно создать FIFA, да я уже создал, может там кто-то... Да, Аркон здесь, Виктор Зорин, Креатентриус зашел. Заходите, название игры ГГД Восклицательных Знаков, потому что серия финальная может скоро закончиться, а хотелось бы сыграть на мини-рагнароке в 24 человека. Если не соберемся, пойдем в Диаблу, видимо, играть. Или в PUBG с Соколиком. Есть варианты. Заходите. Случайные расы, случайные герои, каждый сам за себя. И если Кауэл делает слишком много игроков, я чувствую, что он потерял серию. Если он найдет сладкий спор, в том, что он скажет, окей, я вперед, я просто пойду для более безопасных игроков, но также эффективных. Я думаю, это то, что Кауэл должен пойти. Так что, просто фокусь на основных вещах и попробуй сделать какие-то лучше, чем в последнем игре. Exactly. That is good coaching advice from Leon. And we are approaching Map 3 here on Autumn Leaves. I want to remind everybody that we had Moon in the Night Elf Mirror Grand Final before in the best of 7. That was WGL 2020, I believe, against Colorful. And the series started pretty much exactly like this. Moon dominance every step of the way. But then, all of a sudden, the Chinese turned it all around and took the championship in the end. So, is this just history repeating, or will we have 4 match points for Moon after this game? Autumn Leaves will show us. Трухель говорит, что Нага надамажила, конечно. Насколько я помню, в этом худи не учитывается у кипера урона Тауры. Ну, вряд ли учитывается. Но было бы интересно посмотреть, сколько там вернулось урона. Утам Ливз одинаковые, казалось бы, начало, но Moon делает разведку с целью отменить барак выманить нейтралов. И он угадает с местом. Если тролль не кинет сетку по своему разумению, то можно отменить противнику барак. Но Каха, кажется, выводит своего виспа сюда, чтобы перестраховаться. А, нет, уже слишком поздно. Нам показали игру, просто не с самого начала, поэтому я думал, что там... Это первый висп, там один из первых. Все, криппинг спокойно начинается. О, сетка на виспа первая же. Мун берет эмаляцию... А, нет, наоборот. Это Каха берет эмаляцию, а Мун играет через эвейджин. А, в прошлой игре артефакт забрал недведь. Во, все. То есть бэкпэк довольно редкая штука. А, я пока не забыл, хотел... Помните, мы сегодня смотрели матчи с участием Фогича. Он там периодически катал котов с переменным успехом. И пару раз была ситуация... Короче, если Фогич вдруг слышит, рассмотреть вариант делать бэкпэк под первой свитки, чтобы можно было оставаться с одной стороны Димкой или Патмой с котами рядом с противником, а шопиться бежать котом. Я согласен. Грей дешевый. Часто приходится просто тратить много времени для того, чтобы бегать туда, бегать сюда. И, конечно же, Рад Спот держит огромные итемы. Но мы должны держать глаза на войну, чтобы увидеть, сколько арчей они производят. Если это больше, чем 4... Даже очень разные, смотрите, прокачки. Эмаляция плюс Моноберн против Моноберна и Эвэйжена. То есть у Муна будет ниже темп криппинга, ну, если Каха не будет тормозить. При этом Мун будет более тонковым благодаря... А, он хочет... Что он хочет сделать? Ой, Аркадный Каха действует. Берз и тролля сразу благодаря эмаляции выбивают. Красиво, красиво. Вот он эмаляцию и реализует. Он быстрее закрепил свою шахту и выбивает, убивает тролля. Ну, а сейчас можно поплатиться как минимуму арчой за это. Минус арча. И Диму, Диму, Диму разводит на ТП. Хороший блок от Муна. Красиво. Красиво, красиво, красиво. И сразу база. Блин, какой же ты молодец. Ребят, помните, я вам толдычил просто, рассказывал про то, что грамотный эльф всегда держит виспа на месте, где будет строиться база, даже если он не планирует по дефолту ее делать. Потому что ты никогда не знаешь на сто процентов. Поймаешь ты противника на криппинге. Когда ты получишь это преимущество, достаточное для того, чтобы сделать базу. И тут Мун ловит на криппинге Каха, минусует телепорт, минусует арчу и принимает решение, что все, преимущество достаточно, строим базу. И тут бах, сразу дерево. Не надо никого никуда везти, тратить там эти 20-30 секунд, пока висп идет. Все уже заранее подготовлено, Мун прям молодец. Ну, скаут хороший, конечно, но смысл этой базы, что она не халявная. Она была поставлена по причине... Сейчас можно подблочить арчами. А у него телепорта нет. Блок, 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 жми, 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 жми. Ай, он слишком жирный, да. Он слишком жирный, плюс у него сапоги есть, он на торче очень быстро убивает. Класс. Класс. Прописал на развороте Моноберн, такой обидчивый. Ну и даже пришел, получил... А, ну тут, видите, Моноберн тоже синхронный, но тут 50 на 50, короче, у кого первым сработает. Нага вторым героем. Ну все, Мун будет ставить базу, делать Т2, две лорницы и массе Дриад. Почти, почти на 100%, я уверен. Но эту точку так просто Каха не отдаст. Тому очень совух такой, классная у него половина здоровья. Специально подбуживает Каха нейтралов для того, чтобы они не расслаблялись и наносили урон по бараку, но барак успел уйти. Параллельно крепится Респект. То есть он двумя героями не дает Муну здесь спокойно крепиться, а Арчи и Тролль занимаются параллельным крипингом. Молодцы. Ну и все, у Кахи опять Т3 попытка выйти в Быстрых Медведей. Неужели Мун бросит эту точку? Ну ему нужно базу просто ставить. Ой, молодец, Каха здесь, молодец. Да нет, не факт, что он Counter Expanded. Что ты несешь-то? Да-да, вот сейчас Леон ему рассказывает. Рассказывает правильно. Ну вот Каха должен был врываться вообще. Вот в этого совуха раньше. Потому что Мун может успеть. Успеет. Ну, Мун добил Субимаску. Нет, Каха добил Субимаску взял. Появляется первый Реджук. Нага Крипит ставит у Муна базу. Мун пытается своим... Ну он правильно сделал, что вернулся на эту точку. Была вероятность неплохая, что он там либо добьет, либо артефакты стырит. Это же вопрос, там, тычка одного. На одинаковом пинге это 50 на 50. Он пришел вовремя. Каха больше, видите, урона нанесет за счет эмаляции в серединке. Скорее всего. Все, пошли дрядки у Муна с двухлорниц. А там медведи. Мун проверяет на всякий случай нычку справа у Каха. Там у него вис, по крайней мере, висит на 6 часах. Но вот когда Нео рассказывает о том, что сейчас он контр-экспанд будет делать, то есть это очень слабая стратегия, когда у человека там Т3 доделывается. То есть, представляете, у вас выходят медведи, ситуативное отличное преимущество, и вы вместо там полутора-двух медведей делаете базу, которая принесет профит только спустя там... Начнет приносить профит только спустя 3 минуты. То есть ее надо было либо ставить сразу, потому что ты увидел вражескую нычку, и при этом продолжать течься в Т3. Ну, либо... Не знаю, на лимите 50 вот сейчас, когда уже ты забил эффективным лимитом медвежьим... Ну, без обкипа лимит свой, и думаешь, куда бы тебе новые деньги потратить. То есть на нового медведя, условно говоря, со штрафом, либо страховочную базу поставить. Но тайминг той базы, он абсолютно неразумный. А я опять спорю с телевизором, блин, с комментаторами. Да, третий уровень. Много опасный момент. У Каха очень хорошая ситуация. Вот он ситуативный, сейчас может Муна забороть. Преимущество у Муна всего на 6 лимита. Всего лишь на 6 лимита. Мун перекупает цветок лечения, это хорошо. А там протекшн. Вообще, зачем протекшн брать в такой ситуации? Он стоит, как три виспа. Диспелиться дриадами, если прям захочется. Там так и так виспы выходят и диспелят там Рейк и Риджуф. Сейчас Мун должен из шахты там одного виспа в расход пустить. Что?! Какой телепорт?! На нагу, может, вниз? Что?! Низклик! О, господи мой! Что это было?! Я ощущение... Ой, господи, Мун! Какой телепорт! Вау! Я уже даже сражений не смотрю. Я пытаюсь понять вообще, как он мог так даже ошибиться. Там он мог ошибиться, типа, выбрав не того героя. Став! Там был уже форкет, кстати, замахивалось. Медведь слева. Да нет, Мун отбивается. Мун отбивается. Минус медведя все уже. Минус три медведя. Барак опять вносит дико. Дикий урон. Лептус. Смотрите, просто на Барак посмотрите. У него косарь КП. Сейчас осталось где-то 150. То есть это все он впитал. Он все это впитал. И еще урон наносил. Это очень странный мув был. Надо сейчас Нагу тыкать. Тыкать Нагу. А он Диму тыкает. Не знаю почему. Светок лечение взял. Бутылку передал от Наги. Став есть. И телепорта нет. Но там большой инвул есть. Он видит большой инвул и начинает наносить урон по второму герою. Это правильно. Чтобы было непонятно вообще, кого под инвулом. Форкет хороший. Инвул на одного. Но Дима подставляется. Дима на стаффи. Дима на стаффи. Красиво. Красиво. Нага под инвулом. Медведи новые подошли. Но не реджувят. Потому что оболишь снимает даже под инвулом. Насколько я помню. Он действует же оболишь на инвул. Правильно? Вы можете диспейлить даже неуязвимых юнитов. Все. И все отогнали. 50 лимит на 30. 3-0. Если Мун конечно снова не прожмет что-то не туда. Передал Наге бутылку. Но уже сражение. Не-не-не-не-не-не-не-нет. Под блочь, под блочь, под блочь. Мун. Ай Дирижаболь выкупил. Но не спас Нагу свою. Пытается отомстить вражеской Наге. И там кстати нечем ее спасать. Падает Нага. ГГ пишет Каха 3-0. Ваааау! Ваааау! По-моему нельзя Диспейли на телевульных говорить Ксардас. А мне кажется что и Пурш работает на инвульных. Иаболиш работает на инвульных. но не уверен. Зачем телепорт? Не работает, говорит Рио, спасибо большое. То есть ТП была частью стратегии, но это был мисклик с очень высокой вероятностью. Но я не могу объяснить этот мисклик, исходя из инвентаря Муна. Он мог перепутать одного героя со вторым и захотеть поражать инвул у Демон Хантера, но инвул у него находился в другом слоте. Я ж когда смотрел под впечатлением после телепорта, я пытался причину понять. Смотрел на инвентарь, на предметы, они там были в другом месте. У Димки была бутылка и инвул, но он был здоров, ему не нужна бутылка, инвул прожимать, типа, чтобы по нему моноберн не прошел. Смысл инвул, который там 7 секунд действует, в том числе в том, что ты можешь ворваться с инвулом, прописав Димке 2 моноберна, то есть ты делаешь инвул, моноберн, и у тебя еще плюс секунда 2 действия инвулу до следующего берна. То есть вражеский Демон Хантер теряет всю свою ману, а ты в свою очередь не получаешь ни урона, не штрафа по мане. И у тебя остается мана на нагу, я думал, что в этом смысл. Но нет, там был другой слот. Кажется. Да, но Мун молодец. Так, у нас там сколько получается? 12 человек из 24. Заходите в игру, потому что у нас нормальные шансы собрать 24 человека и поиграть в фашку только после таких турниров, когда много варкрафтеров, пенсионеров в том числе. В Варкрафтере Арены не нужна, просто своя игра, название как и до восклицательных знаков. Погнали. Ну что, Concealed Heal. Погнали, наверное, в этот, в Хантреск, наверное, да? Как вы думаете, Мун может сейчас учудить что-нибудь мега агрессивное, тем более, что карта импонирует. Я ставлю на потму у Муна. Да, Патма. Про-читану. Ну, два фактора, опять же. Ты ведешь, это раз, и карта подходит, это два. То есть ты можешь чизить, может кто-то агрессивное, дерзкое сыграть. Противник играет очень аккуратненько, противник боится, играет осторожно. Ты уверен в себе. Есть право на ошибку, несколько прав на ошибку. Ну и два фонтана, не стоит забывать. Но я думаю, что это хорошая шанс для Као, чтобы, да, найти его стайл, как я уже говорил. И Дима отдастся, и мы увидим, что на его стороне... Что-то, может, когти сразу... Когти Патме выпадают. Старт хороший. Диме тоже когти выпадают, но для Патме это самый ценный артефак, потому что она рейнджовая, и ей... Ну, как Личу, в общем, все. Все на урон. Рейнджовики первыми атакуют... Первыми и последними атакуют. Вот так. Я скажу. То есть цель подбегает, даже если она не собирается сражаться, она птычку получит. Цель отступает, решает. Тоже под хвост получит. Оп. И начинает Мун. Ну, возьми ауру чего-то. Или он думает, что стрелка зайдет. А там Берна нет. Кстати, Берна нет, можно стрелку брать. Он пытается понять, есть ли там миссы или нет. Не, не может. Это слишком какой-то левел. Вот смотрите, если сейчас Патма развернется, сделает выстрел, там будет мисс, и Мун прожмет стрелку огня... Нет, он ауру взял слепую. Блин, я так хочу, чтобы... Мун еще какие-то вещи поизобретал. Ну, потому что, понимаете, если человек горит, и у него есть пассивка, то там нет Моноберна. Если нет Моноберна, то, соответственно, ты своей Патмой и стрелкой его задолбаешь, и самое главное, не будешь много маны терять, тебе не нужно будет сильно тратить ману в лунных колодцах. Да, я за Муну, конечно, босик, что... Легенда. Пенсионер. Конечно. С детства за Муну. Надо в оборак, а ты... Сейчас посмотрим, каким образом Каха будет готовиться к отбиваться от Маса. Можно попробовать добить. Добил Дейма, и артефакт тоже Каха взял. Нет, Каха взял. Просветка. Преследование Арчи, но Арча выживает. До Мунвела добегает. Патма потерпела. Ну, начало плохое для Муна. И с ботинками нарезает. Овца подблочила. Сейчас минус телепорт будет вообще. Надо блочить, 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 блочить. Это засада была. Да что ты делаешь? Он хотел окружить с Димом без телепорта. Да. Ну ладно, это не 4-0 с высокой вероятностью третьего Димку с мертвой Патмой у себя пропушить уже будет крайне сложно. Но Мун, да, Мун, Папа Катипейка правильно пишет, что Мун интригу умеет создавать. Но на ровный, он хотел, понимаете, что он хотел, да? Он знает, что у Демон Хантера нет телепорта. У него нет персоналки. Он его заводит, Демон Хантер бежит за твоим героем. У тебя в Хайде стоит трикота, трикотаж, и Арча. И ты такой заводишь Димку, окружаешь его, он выбраться не может, ты его убиваешь, и все, и профит сразу. Но проблема была в том, что он не окружил, замешкался, отдал Патму, ну и потом дальше... Да вообще, очень стрёмный план, когда у тебя Арча четвёртым юнитом в окружении, как будто её не пробить, эту Арчу. Третью Патму каким-то образом Мун получил. 38-35, красную точку забирает Каха, это очень круто. Чё там, чё там, чё там, чё там, чё там, чё там выпадает. Прекрасный артефакт, лучший, наверное, артефакт. 5-5 статы, 125 жизни, ловкость, урон, армор. Обычно тебе тут хочется ауры какие-то увидеть, но не против двух бараков. Против двух бараков тебе нужно укрепление Демон Хантера. И там есть три предмета, соответственно, и самое лучшее — это сила, плюс ловкость. Панда уже вторая. Здесь как будто минус вис был. Выходит в медведей Каха. Ему вообще плевать, он против двух бараков в медведе играет. Ну ладно, после такого старта можно хоть в химеры играть. А Муну нужно сейчас там застройку делать, баллисты делать, не знаю, как-то реализовывать. Он ждёт свиток в магазине под утро, стандартный. И просто Масс Хантрессы. Всё, побежали. Побежали. Тут всего шесть арчей, на самом деле. Но Панда и Димка третий. Коты пьяные влетают в арчей. Протекшн пошёл. Нет, он в арчей пытается. Сейчас это отключение, но это отдача. Сейчас телепорт разменять на какое-то количество арчей. Ну а дальше с медведем-то что будем делать? Тридцать три на сорок семь. Ну, пять из шести арчей. Ну а дальше-то что? Причём Каха делает за чем-то арчей. Вот я не понимаю. У него сейчас по три доделывается. Дропчик, дропчик, чувак, это дропчик. А там телепорта нет. И там арчей нет. Только не свети дирижаблем, не свети дирижаблем. И видит дирижабль, всё понимает. А, вот зачем арчи нужны? Медведей пока нет. Грей делается, медведей нет. Ну в шахту прыгать собирается, Мун. Гадалки не ходи. Ну а дальше-то что? Какое у нас будущее с котами вообще? 44 лимита, мы в котах. Патма сверху, коты снизу. Не, он в шахту полезет. Он не может в три оф лайф лезть. Вы что, с ума сошли с таким количеством этих. Но он пытается выманить армию противника подальше. Как в такой ситуации? Короче, у щегла ты три. У щегла там вторая панда. Сейчас арба появится, медведи. А у тебя ты один юнит, самый базовый. Мобильный, конечно, хороший, но... Кто только не унижает котов. Всё, пошёл дроп. Морские котики прыгают на шахту. Патма делает персоналку сюда. Персоналку делает сюда и Дима, но сюда персоналку сделать надо было... Ну это минус шахта, как минимум. Также минус виспы. Панда занята, у панды нет персоналки. Минус шахта. Минус часть виспов. Так. Виспы красные справа. Что будем делать? Магазин будем бить? Что по свитку? Свитка нет. Магазин убивает. Можно дропнуть всё назад, но хотя... Вряд ли. Да, конечно, не надо было с базы уходить. Или, по крайней мере, вторую персоналку купить. Одного кота за шахту и миллион виспов разменивает Мун. Шикарный расклад. 38 лимита на 50. Он может сейчас Т2, кстати, прожать. Не удивлюсь, если сейчас Мун подумает, что можно дальше развиваться. Да, он заказывает кота. Т2, Мун, какой код у тебя в дирижабле? Т2. Молодец! Молодец! Так, 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 дирижабль, главное, не отдай. Протектор ещё на базе можно поставить. Эншин Довин вынужден делать каха, чтобы сделать дрозда, чтобы отбиться от... Вообще класс. Дирижабль такой. Всё может закончиться, когда дирижабль рухнет. Опасный момент. Что, может, полечиться рядом на фонтанчике? Да, 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 это хорошее. Пока человек сидит на базе и боится, Мун пытается собрать и подлечиться параллельно на фонтане. Но у него всё равно минута была. Да, и пятая подмазка скоро будет, всё правильно. Всё, и всё собрал, кроме дракона. Куда, куда? Пошёл перехватывать ещё арчи. Да ладно, ты будешь сражаться здесь? Третья панда, три медведя. Да ладно, Мун, нужно ли это? Окружает панду! Панды персоналка есть. Он сразу телепортируется, причём на медведя, сверху. Мун начинает подконтроливать котов. У него потма битая, телепортироваться вынужденно. Он всех арчей собрал, потерял одного кота и сухим из воды ещё вышел. Надо сейчас на фонтан на нижней справа Мун убежать. Срочно лечиться, закрепиться, получать третью... Он ещё выиграть может, у него плюс 11 лимита, он под теку сейчас немножко догонит человека. Котами может ещё подразводить. Ой, да ладно, ещё можно эту картку вытащить. Как? Как? Да какой алхимик? Он в соло-потму будет с козами до ульты. Ему надо шестую потму, и всё, игра закончится. Какой алхимик? Что он несёт? Просто ли он? Ну, он хуман. Да-да-да, лечится на халяву. Потма здесь пятый, точно уже восстановится. Надо бы ещё сбегать на магазин, тут потме. Пятая потма, третья аура, 30% урона. Здравствуйте. Нельзя вытащить, говорит Сио Макс. Он уже вытаскивает. Он уже постепенно вытаскивает. Ещё нужно, конечно, много чего сделать, но обрати внимание, что у него экономика, 1400 голды. Да, телепорт. Не, ему нужно сейчас две лорницы оттыкать. Какие ещё варианты? Масферики. Масферики тоже неплохо. Под потму. Он пытается потму пережечь под Мунвеллом. Ой, опасный момент. Улетела нормально. Это было персональный. На Мэйн, оказывается, панда в этот момент приходит. Потма свиток вынуждена читать. Странный, странный момент. Потме, наверное, надо прятаться как-то, а то ей придётся сейчас уже... О, подрывник. Два подрывника было с дуто. Вы видели? Там был бодобум на самом деле от Муна. Ой. Какие же... Да, ГГ пишет Мун. Да ладно. 900 золота на руках. Ещё мог поиграть. Мунчанский. Он хотел взорвать ему Мэйн подрывниками. И если бы телепортировалась не панда, а Дима, как в прошлый раз, то два подрывника бы снесли Т3, и остался бы эльф без базы. Вау. Красиво. Не, Мун красава. В ситуации, которая была залита где-то в момент потери Потмы и получения Демон Хантером третьего уровня, он успел ещё показать, что можно залетать, что можно разводить, что можно фонтанчики пообузить. Два подрывника, в конце концов, могли привести его к победе. Красиво могло быть. Очень. Гейм 6. Да, ты же играешь сейчас. Похоже, мы не наберём всё-таки игру. Ну ладно. Давайте есть ещё время. Найс. Не, про дайс ещё не убил. Тут до четырёх, это суперфинал, тут до четырёх побед. Комитор, через саппорт собака в game.ru, если возможно, напиши. Ну, насколько я понимаю, сегодня у нас последний такой формальный срок по заявкам. Лучше через саппорт. Заявки принимаются с первого по седьмое, выплаты с первого по десятое. Но учитывая, что я выплатами занимаюсь, там, ну, 10-го числа, может быть, мы не это самое, не все ещё сегодня отправим. Но большая часть уже всем выплачена, естественно. Ну, это речь идёт о победителях турниров, тех товарищей, которые, стримеров, которые на ГГ зарабатывают. Погналитэрш. Заявка была первого сентября, больше десяти дней. Нет, если заявка была первого сентября, ты не больше десяти дней прождал, потому что сегодня десятая. И выплаты, повторюсь, по десятой включительно. И опять же, если есть какие-то сложности, лучше писать на supportsobacgoodgame.ru, потому что там есть процесс идентификации, то есть, что заплатёшь, когда, какая сумма, на какую карту и так далее. То есть, сейчас во время трансляции не самый хороший момент разбираться в этом. Но всё, естественно, будет выплачено. Хотим 3-4? Не, я на самом деле хочу, чтобы Мун выиграл просто и пойти спокойно по пупашечку катнуть разок. Ну или в Диабл. Натан Айлз. Да, здесь Мун будет, скорее всего, ставить фаст эксп. У него барак под экспант, как вы видите, экстремальный немножко криппинг. Демон Хантер 1, 2. Разведку Каха делают на стандартную точку. Он может не увидеть барак на этой точке. И Невада говорит про штукатки. Да-да-да, там, я не увидел подрывников, но увидела панда с дула, я только крики услышал и трупов парочку увидел. В конце концов. Печатки скорости выбиваются, видят, видят, что криппинг идет здесь на базе. И эмаляция. База Муновская под вопросом, я не знаю, что может повлиять на то, что, ну, будет она, не будет. Артефакты, наличие разведки у противника. На немецкий переключились комметаторы. Сокола не хватает. Побосок поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Народ, давайте соберемся и, наконец, поиграем с майкером Фа. Давайте. Спасибо, Дровосек. Арчу подрезает первую. Видит, что у Муна экспанда нет, но висп трется рядышком. Оп, спас своего виспа. Потратил большое количество здоровья при этом. Ой. Висп такой на грани, прям на грани. К овце можно было прижать. Ой, приж... Ой. Красиво. Т-2 пошло. Каха вынужден возвращаться, да, это какое-то время займет, и постоянно, видите, у Каха два виспа на базе, на экспант повесились у Муна, тоже они будут проверять. То есть он допускает, что может быть поставлено. Да и вис подозрительный, крипрут тоже подозрительный. Я думаю, что если пассивно бы сыграл через скриппинг, он бы базу боткнул. Не стал ее делать, потому что сразу Димка вражески прибежал, он бы ее отменил через атаку. Кстати, в Германии будет лан какой-то, и Сокол на нем, судя по всему, будет принимать участие. По крайней мере, он сказал, что начал в Warcraft 3 Champions играть, четыре катки сыграл, все победил. ВК 2002 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Тпабо Сакфа, это нас не заводит. Опять виспы Муна туда идут, идут. Может он специально это делает, чтобы противник всегда, ну, постоянно проверял, тратил на это время, прибегал, а Мун спокойно крепится тут неподалеку. Да сколько виспов-то можно отдавать, Мунчанский? Уже минус 100 леса у него. О, еще минус висп. Придется сейчас перестраивать много виспов Муну. Ага, они могут достать этого. О, но жжет, но жжет. Ай, Мунзист. Табакман поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Михаил, приветствую. Сыграйте, пожалуйста, Фа. Сыграйте, пожалуйста, Фа-фа. Ну, мы пробуем собраться. Соберемся, сыграем. Не соберемся, не сыграем. Игра готова. Присоединяйтесь, там, ГГДов скисательный знак. Уэлтон. А, тут две лорницы можно отменить виспов пофутболить или что? В 2002 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Козлик выходит. Пока что у Муны ситуация вроде по лимиту хорошая, но так по лесу плохо, по арчам вроде не очень. А, у него Димка хороший. Он две точки бонусом закрепил, и поэтому Дима у него третий с артефактами, а там все чуть-чуть похуже. Да, и Т3 пошел. Медведи на медведя опять. И снова параноидально Кахо прибегает, проверяет экспант. Но там только АОФ ушивается. Дима хотел прописать Берн, почему-то не дотянулся. Странно. Оп. Минус соточка. Арчу прикопали, виспов приходится тратить. А, у него Дима не будет? Минус Арча. А тут же Димка не уйдет. Ушел. Кахос накосячил опять. Он должен был козла вперед пускать, прикапывать, и там с двумя дрядками, с козлом заставлять, по крайней мере, Муна телепортом оплачивать эту агрессию. Арчи не хотят запускать Димку, потому что магазин строится. Но они не справятся. too much, right? So, I guess he didn't need them anyway. That might be the case, why he's like, bit more, like, fast and everything, getting dried and so on. So he's skipping two Arches and trying to get some damage done with the Demon Hunter only. Муан did... Первый дрядки, а болишь, магазин, иммун волна 50. Козлику передает мантию. Дима все еще там не третий. Точка сбора у Муана с лорниц не была поставлена нормально. А мы не можем поймать... Не, не можем, у нее персоналка. На магазине сейчас будет заруба. Supreme, подчеркивание, Elite поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, поддерживаю Дровосека и Такмана. Поддерживаем. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Дима пока далеко. Прикопка козла надо было вести за артефактом. Собирает рушот, ауру, Мун и добивает. И продает, получает деньги, а сдает оставшееся все, потому что битый. И неплохо отъел. А, Каха все-таки добил. Нет, да, Каха добил. Что по грейдам? Там один из защит, он больше не делается. Три футонити позже у Муна. Скорее все это из-за того, что ему пришлось достраивать беспорт. В 2002 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Кажется, кто-то не трезв. Там же одни душнилы. Нормально, поиграем. Комчик, я не могу этого сделать. Запись, залью, а она делается. Зачем трушот продал? Потому что у нее все равно пирсингового урона будет мало, а за 200 голды ты покупаешь почти медведя. То есть для темпа, короче говоря. А торчей в перспективе ты чуть ли не сам избавляешься, убиваешь их, чтобы они лимит не ели. Заполняешь это все мишками. Удриат половина урона — это яд. Дима трушот работает только в ульте. Ну, ради козла носить много честных. Но ты выезжен у Димки, смотрите, у Каха. Может, он тоже думает, что он работает. На красную точку идет Мун, выманивает ее. На карте остались только две красные и две желтенькие по дороге между экспандом и красными точками. Большая мана — не особо важный артефакт. Вот большой инвул очень хороший Муну. Он полезнее, чем большая мана. Медалька когти — Ог. Мантия — Ог. Но у него лучшее все равно. И выпало 5-5. Статы хорошие для Димы, но вот вопрос, что из красной. Здесь может быть какая-то полезная аурная штука. И Невада, привет. Медалька похуже. Она добавляет интуи силу. То есть у Муны все лучше по артефактам. А, там был большой вопрос. Сообщение выше. Сори, говорили на сингл проект, который будет у тебя после Джаггетинбанга, который уже игралишь на примете. С высокой вероятностью все-таки God of War. Это Рагнарог. Пока что консоль есть у меня на несколько дней. Скорее всего, God of War. Да, спасибо. That gives him the advantage. But will Moon give him a direct fight? Да, это правда. Так что, да. Как это сейчас? 50-50 на двух сторонах, но Као имеет немного больше ресурсов. Билл говорит, мне не понравилось. Ну там, по крайней мере, качественным будет, и графика, и озвучка. Играли мы в первую часть. Реско поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Миша. Спасибо за стрим с Вариком. Какой забавный финал. Ге-ге и отличного стрима. Пес, жене и всем-всем привет. Да, спасибо, спасибо. Жень, привет, и Сергей Тимин. Она вернула тебя тут же от от это самое отрикошетило назад. Финал мог быть, на мой взгляд, еще интереснее, если бы Сок прорвался, если бы зеркалки не было. Или, например, если бы вышел Поги и за него побольше, ну, все-таки переживаем больше, чем даже за Муна. Не знаю, может, зря, потому что все заливают, все ошибаются. Пытается найти окошко Мун, чтобы дропнуться, но Каха его ждет. Дима далеко, но с персоналкой он сможет вернуться в любой момент. Все делают грейды, сидят, улыбаются. Муну, может быть, имеет смысл даже виспада строить сейчас, потому что у него все-таки с лесом намечаются какие-то проблемы. Чем дальше, тем дороже грейды, получаются. А ему надо еще леса на выход из лимита и на строительство Мунвэллов. То есть сейчас должен по-хорошему... Ну, Каха не может виспад сделать, у него 50-70, а вот Мун еще может штампановать одного. По свитку у каждого. Предметы лучшие у Муна. Все-таки. Каха выдвигается... Мун почему-то делает медведя, он боится, что там выход из лимита, 52 лимита. А это фейковая атака, на самом деле. Фейковая атака, Мун повелся. Медведя надо отменить, пока не поздно. Мунчанский. Отмени медведя! Отменил, молодец. Сабу подрезал этот щегол китайский. Кстати, сейчас хороший момент для того, чтобы халявную какую-то нычку попробовать поставить. Ну, типа, противник к тебе подошел, атаковать не будет, ты об этом знаешь, ресурсы копятся, разведки у него там нет. Пока он сомневается, можно дерево вырастить. 48 на 50. Ancient of Wind добавляет каха, респект ему. Это для фейрика. Мега ценный лимит. Мун заказал бы ловиспа и тут же его отменил. Что-то в голове у нее тоже постоянно происходит. Проверяю сейчас базу в правом нижнем углу. Там, где мог Мун поставить нычку, сейчас бы она спалилась. Я был бы неправ. Ну, вообще, да, ты, когда пассивная штука, ты первое, что делаешь, делаешь разведку, чтобы точнее оценить ситуацию, чтобы не было там халявы какой-то. Это будет гипос. Сначала будет гипос, а потом, я надеюсь, он добавит... Ну, вообще, сейчас он не должен гипосу строить, потому что это приведет к тому, что он выйдет из лимита 50. Ему там либо Арчу надо убрать, либо что-то еще может. А Арчу надо убивать, вот эту, которая стоит, и гиппогриф строить. Но потом 1-2 фейрика должны быть. Копят золото, не выходят из лимита. Ну, ситуация достаточно стандартная. Потому что, если вы, например, выйдете из лимита первыми, и пойдете атаковать, ваша атака может захлебнуться, даже несмотря на то, что противника будет на пару медведей меньше. Потому что есть барак, есть мунвеллы, то есть отбиваться-то проще. И позицию ты сразу занимаешь нужную. Виспы рядышком. То есть масса факторов, которые в совокупности делают атаку гораздо сложнее. Видите, дирижабль спокойно смотрит, там, заказ идет в лоренцах, нет? Ну, нет так нет. Сидим тогда. Что делать тогда? Ну, если ты не можешь... Ты можешь попробовать спровоцировать экспандом. Ну, тогда тебе... у тебя будет минус, там, 320 золота. Так обычно не делают. Обычно стараются максимально хорошо подготовиться к атаке финальной, к бою финальному. То есть сидя до таловок, пока не закончится золото в основе, делают параллельные вещи, которые не выводят тебя из лимита. Ну, от Грейдена, например, да? Делают там 3-3 сейчас. Последняя третья атака у Муна, и последняя третья атака сейчас у Каха доделывается. Вот. И свитки покупают. Вот то, что сейчас Каха находится в центре и контролирует. Единственный магазин, он уже купил себе второй свиток, а у Муна второго свитка нет. Это, например, хороший плюс. Все, и Каха не выдерживает первым. О-о-о-о! Феррик плюс медведи. Мун это видел? Мун видел, и сразу выходит из лимита чистыми медведями. И делает Ancient Wind, но поздно, Мун Чанский. Вот что бы тебе это дерево заранее не выстроить? Добавил бы там одного Талонерса, он бы отрегинял уже ману, накидал бы 7 ферри-файров, магическим уроном бил бы по этим, повесил бы ты уже двух... Двух... Короче, Феррик. Феррик здесь MVP будет. И Каха будет выступать в роли такого агрессора. Он первым вышел из лимита, соответственно, у него меньше... Ну, больше штраф по обкипу, по деньгам. Теоретически у Муна меньше золота. Но может, Мун успеет сейчас через Ancient Wind сделать тоже одного Феррика? 81 лимит у Каха. Гиппогриф. О, он еще третьего героя, что ли, возьмет? А какого третьего героя брать? Тинкера с ракетами, Пита с Хаулем, ну там Моноберн, Моноберн. Стоит ли вообще третьего героя? Он трется так рядом с таверной, что мне кажется, что там будет третий герой. Вообще, третье светокличение имеет смысл купить. Иллюзии еще у него два заряда. Нет, тут... О, Питлорд, все-таки! Ой, какой ты креативщик! Хауль, Хауль, 30% минус урон. Там, типа, два плюсы грейда на атаку. Жесть. 88, 74. Каха решает показать ху-ис-ху. Ну, готов ли Мун? У него на 14 меньше лимита. Феррики вешаются. Вешаются ли? Не вешаются. Вешаются Феррики. Ой, уши начинают долбить по медведям. Ой, кажется, Феррики зарешают. Правда, два медведя справа заходят, но они успевают быстро в форму. Питлорд не сделал ни одного Хауля. Вообще, держу в курсе. Протекшн. Хауль вспомнил. Минус 30% урона. Моноберн почему-то Дима прописывает по медведю, а не поэтому. 80 лимита на 70. Сложно сказать, что происходит. Все свитки уже юзнули. Питлорд битый. Питлорда прикапывают. Питлорда убивают. Мунвеллы. Мунвеллы помогают Муну, кажется, здесь отбиваться. Но возвращается вражеский Демон Хантер. Феррик продолжает там долбить. Он все это время там штрафовал. Медведи стыдливо пытаются там форму Риджуф, но периодически прилетает от Феррика сплэшем. Дима битый. А там Дима не битый. Риджуф на Диме. Диму прикапывают Муновского. Став. Битый козел. Там козел отличный. Здесь Моноберн. 55-63. Равные размены. Козла не отдай, козла не отдай. А сейчас видно, что будет бить козла. Козла, козла, козла бьют. Я же говорил. Ё-моё. Ну Мун открыл своего козла. Подставил. О, ГГ пишет. Ё-пэр-эсэ-тэ. Мог затащить здесь Мун. Ну. Феррики затащили. Скриньте. Феррики. Не Питлорд, а Феррики. Сейчас лево про Ферриков будет говорить. Питлорд. А мне показалось, или у Муна не было грейда на Мунвелла? Такое возможно? Кто внимательно смотрел на продакшен? Так, у нас там 8 слотов осталось. Гамой разошел еще. Константин Зимин, милосердие тоже. Это было, да? И даже это не помогло. У него Мунвеллы полные должны быть. Что-то у меня лагать начал твич. Может, это не моя проблема? Может, у них у всех? Сейчас часик глянем. Нет, раз это самое раздуплился. Привет, Руслан, не убеляк. Да, слышал, что отвалился. Локальная запись будет. Там очень много урона Феррики сделают, остальные прям где надо. Да, да. Муну надо было либо построить чуть пораньше гиппогрифов, чтобы Ферриков нейтрализовать быстро. Гиппосы все-таки умеют наносить хороший урон. Но со стороны Каха там, насколько я помню, тоже был как минимум один гиппогриф. И кто кого там склевал, еще большой вопрос. Че поехали, острова Эхо. Я бы тоже ожидал, что Демон-хантера во всей всей серии, 6 раз в рамках. Похоже с Феррики, Као следует Муну в Мерсенарий Кэмп или в Мерсенарий Кэмп. Два димки. Ожидаемо. Зеркальный криппинг на лагерях наемников. У Каха два гиппо-баланс клевал. Ну, это косяк от Муна. Слушайте, вот не построят Ancient of Wind, когда у вас, когда вы сидите на лимите 50, когда это очевидно, ну, плюс тебя разведка есть, ты видишь вражеские Ancient of Wind. То есть, там вариантов-то не так уж и много. Тебе в любом случае надо отвечать таким же Ancient of Wind. Потому что если ты не сделаешь, тебя будут долбить Феррики. Ну, тебе нужно либо самому делать Ферриков, либо подстраивать гиппосов. То есть, так или иначе, тебе нужен Ancient of Wind. Я еще не говорю о том, что, скорее всего, они дойдут до того, что будут в такой ситуации достраивать там одного-двух талонов вместо там оставшихся арчей, или там вместо одного медведя, чтобы просто те ману подкопили до 200. Потому что два талона на 4 лимита они накидывают на всю армию. Ну, у них там, поскольку 35 у них в Феррифаер, 4 армора минус, соответственно, 2 грейда на защиту. То есть, понимаете, они делают грейды, но не делают двух юнитов, которые там на 4 лимита. Мало того, что будут наносить урон как медведь, ну, потому что талоны там 11-14, магический урон, x2 по медведям, хорошо. Вдвоем они там передпэшивают медведя. Так еще и на армию повесят Феррифаер. Тебе даже это контролить не нужно. То есть, скорее всего, будут делать там одного-двух талонов, и будут добавлять Феррика в гиппогрифы к такой армии. Они закрепили, друг у друга стрели эти троллей, и Мун делает сразу Т2. Т2. Ему упадает коготь плюс 4, серклетку он купил. Я не знаю, какой он артефакт продал, что ему выпало такое, что он продал. Что здесь 빨ан лето, так как он брал? Что мы достали? Гринл? Он сняли его тоже? Победа он, это может острей и измениться . Ой, что здесь делает Муну? Ну вообще, разменивается не... Как-то прометчиво очень. Ещё приста сейчас потеряет. Ой, как всё плохо. Но этот погибнет приста, он никак не спасётся. Мун не делает Хантерс Холл. Неужели талонерсы будут? Он делает нычку. Нычку Муну. И чего, и чего ты без Хантерс Холла будешь в Экспанд играть? Арчи талоны, что ли, по-стариночке? То, что делает Каха, не вызывает вообще никаких вопросов. А вот что после Экспанды Мун будет пилить, вот это вопрос. Ну, факт остаётся фактом. Нет Хантерс Холла. А, он его просто забыл. Всегда надо оставлять такую опцию. Всегда надо оставлять опцию, что человек просто завтыкал. Да, под конец Т2 самое время Хантерс Холл заказать. Но это значит, что у нас Лорницы будут поздно, Дриады будут поздно. Это завтык серьёзный. Да. Хорошо. База сейчас видит Каха Муновскую. Нет, только Тангала. Ах, Тангала. Я имею в виду, давай. Очень опасная ситуация сейчас для Муна опять. Хотя бы приста подрезает. Нет проблем. Мы берем это. О! Муна идёт по экспансию, и Кахо… Муна канцелял его сразу. Вау! 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 Аааа! Там минус Экспанд? У Муна, который уже почти достроился. Ну, здравствуйте, пожалуйста. Он просто отстаёт, трындец. У него ни Т3 нет. Хотя здесь Лорницы нет. Кто ещё отстаёт? И телепорта нет, да? Здесь можно Берсерк покарать. Аршу покарать. Да и Веспов сразу убивай. Где он? Ага. А здесь разве Шахта не умрёт? Нет? Как он собирается возвращаться домой? Я про Кахо. Какой Хантерс Холл? Шахту бей! И на холду поставь в Демон Хантер и контроль на базе на своей. Как только Веспы будут выгружаться, Димка сразу будет делать удар по ним. Эс, страта. Он здесь доконтроливает. Во. Ну на холду поставь, ну ё-моё, я ж тебе… Ой, такие же фишки базовые, ты же знаешь, это всё. Минус Шахта на Ана. Минус Шахта, минус Весп один, второй, третий, четвёртый, пятый. Муну надо оставаться на Т2, и всё. Чё делать дальше? Лорницу отменить, Мун и Вэла сбивать. У Муна быстрее, быстрее дамаг он наносит за счёт того, что у него юнитов чуть больше. Ну и главное, у неё экономика работает. Да ладно, это победа Мунчанского уже сейчас. А это победа! Там Шахта не отстраивается. База быстрее. Какая просто! Это такая серия, на самом деле, невероятная. Я не ожидал от зеркалки такого разнообразия. И фейлы тут, и какие-то внезапные обострения, которые меняют игру, переворачивают. Мун был позади Дика. У него отменили базу, у него поздно Т3, у него там забытый Хантер Сколл, поздние Лорницы, а просто у Каха нет этой. Нет шахты просто. И скоро база закончится. А, он решает разделиться. Он оставляет Димку для того, чтобы шахту контролить, а основная армия вместе с накупленными будет прикрывать свою базу. Все, он за дерево будет свое сражаться. Сейчас виспы выгрузятся, потянутся ребята, Слоу, Нага. Без Димы причем. Но Дима может на персоналке вернуться. О-о-о, увидел, что возвращается. Димка сразу, персоналочка. Рановато, рановато. Дима, можно было его там еще подушить на мейне. У-у-у. Эмьюс, а че это такое зло, я не пойму. Хорошее настроение? Нет, надо под это самое поднасрать. Минус Нага, короче говоря. У Каха причем. Разваливается Кахан. Ну, главное сейчас героя не отдать. Близко, 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 близко. Пс-с-с! Что? 16 на 20 лимита, Мун отдает своего героя. Господи, Мун, аккуратненько за бараком. За бараком. Ладно, у него экономика есть че, переживаю он выигрывает здесь в любом случае. Мунвэл, Мунвэл, оп! Висп блочит, а Дима это битый! Дима нет хп, дааааааааааа! Теряет Дима Хантера Каха, пишет gg4.1, воааааааааааа Хорошая серия. Прямо очень хорошая серия. Супер. Очень хорошая серия. Ну что, спасибо, что смотрели. Запись локальную заканчиваю. Залью это все. Дело на ютубчик. Сейчас посмотрим.